всем привет это фэд фарт халк и сегодняшний выпуск посвящен будет полностью ереси ереси хоруса да мы начинаем большой цикл подкастов посвященный этому эпизоду в истории вселенной вархаммер 40000 со мной андрей клементьев клим да очень приятно и собственно ваня руна наш любимый просто любимый просто любимый обниматься будем потом целоваться хорошо ну что же начнем и пробуем разобраться что такое ересь хоруса в принципе вселенная 40 как мы знаем состоит из сорока тысяч лет как минимум до насыщенного в бирже насыщенную концентрированного бэка где происходит противостояние разных раз и как минимум люди между собой тоже любили повоевать и друг друга по угнетать и один из самых эпичных моментов истории человечества завязан именно на противостояние не с внешней угрозой а внутренней есть ересь хоруса это очень важный момент в истории вархаммера 40 тысячелетия это момент который происходил в тридцатом тысячелетии это когда примархи и легионы космического десанта повернулись друг против друг друга половина ушла к хаосу половина осталась императора и собственно это момент такой кровавой резни предательства и ужасных потерь потери травм и потрясений для человечества все что мы любим в общем в марте в его песнях огонька и ледышки не люблю и ну ладно главное что стоит заметить ремарка кто такие примархи такой император мы не будем говорить да наверное все понимают а кто такие примархи маленькая ремарка экспус в истории император создал примархов своему образу и подобию каждый получил какие-то способности характерные примарху и из их днк создал каждый легион потом уже в сороковом тысячелетии началось разделение на ордена а изначально были регион каждого примарха был свой легион который получил который использовал какие-то определенные нюансы разваливают до развалится на старых значит которые получали определенные исследовали определенному пути которые их вел примар очень его там любили боготворили да это маленькие копии императора это вот величайшие герои человечества периода 30 тысячелетия в основном потом часть из них который ушла к хаосу кто-то умер кто-то превратился в демон принца получил высший дар скажем так высший дар да все примархи которые остались за человечество они в основном умерли за исключением некоторых ну и по традиции они некоторые вот опять же некоторые примархи скорее всего превратились некий выжидающий рояль пустар до примеру эль джонсон да он лежит в стадис камере как мы узнали четко узнали только из последнего кодекса dark angel of да да и возможно и еще впереди узнаем и других примархах да то бишь же лимон может еще подняться и прочее смотрим да да ну а так ты прав большинстве своем они конечно погибли либо исчезли например лимон рус хороший пример взял сказал арива чао и ушел и ушел да да вот так основе в бьерна следить за ордену вся эта история она разворачивается на тысячах страниц бека который предоставляет нам мы сейчас black library подразделения в основном она и книжки в корус хересе тоже тут этих уже достаточно много это сейчас пошли книжки а раньше была только макулатура то есть литература художественная разного качества предоставляемые black library и другого никакого отображения реального не было до тех пор пока за это дело не взялась компания ford world да это было вот теперь давай помогать теперь мне домашнее задание давай нашли когда не получилось ну на самом деле ford world появился в двухтысячных годах и изначально они делали модели под 40 к и лизию удар и так далее покидал титан потом в какой-то момент их насколько я помню правильно купила гв в том виде в котором они были и вот буквально пару лет назад ford world активно переключился на ересь хоруса и начал освещать этот момент делать прекрасные модели просто потрясающие на самом деле модели начал делать примархов к легионам начал делать сами легионы и освещать все эти события да именно так то есть он начал с небольшого эксперимента он это ford world да он начал с небольшого эксперимента выпустил первые пробные партии доспехов доспехов для space marine of 30 тысячелетия то есть для легионов легионы это огромные огромные боевые формирования космического десанта 30 до в них были миллионы десантников я прав и леныш был десантникам мир были сотни тысяч десантки в них были сотни тысяч десантников сейчас от этого было увеличие осталось лишь малая толика чаптеры мы все знакомы с чаптерами до нынешними пытаясь предотвратить возможные дальнейшие да ну как бы массовые глобальные катаклизмы восстания вот десантники в сами же и поделились на чапторы до их разбили легионы лояльные легионы были рано до сих пор некоторые чапторы очень большие как например черный храму да не знает их число да так называемые легионы первого ой чаптера первого основания народа 3 это просто вот бьются бьются на отдельные чапторы легионы и помимо этого чем примечательно очень примечательно эпоха ереси хоруса это концентрированная война людей против людей то есть нет никакой стилистической намешанности то есть нету там орков как таковы нету эльдар нету того же самого например ну стал по их вообще не было тогда не существовало самое главное что нужно добавить это то что эпоха ереси характерна борьбой легионов и for the world выпускает как легионы так и сопутствующие им там механикумы дамаг найтов с разными книгами на это игры с разными на этими на этими мы тоже уже коробят к это будет у всех крытами 1 на этапе на этапе вот и наверное из 40 тысячелетия единственное что перепало в урезанном правда виде в 30 к это то что несущие слова умеют брать себе в союз демонов на больше никаких подразделений ничего из 40 тысяч взять вы не можете себе да да то есть это такой мастер такой маленькая гетто концентрированного угновление человечества папа спасу тебя папа за вот ну что же давай немножко коснемся книги первая книга и очень долго ждали потому что for the world копил свою продукцию копил разные марки power armor а разные кира дополнительные сеты и все ждали что когда-нибудь к чему-нибудь это должно привести на и привело вышла была анонсирована первая книга я риск форта буквально скажем честно что всего сейчас книг на данный момент 4 вышедших выходят две книги в год следующая будет прокал точно то есть будет про ультрамаринов и не сунов и потом будет книга скорее всего будет про волков и про тысячу сынов я знаю чтоб не про тысячу сынов очень многие ждут ровно как и волков вот мы их ждем да это про проспера будет про проспера будет да ну что характерно что характерно все книги посвящены какому-то определенному периоду в войне война была долгая и в ней само собой были какие-то эпические битвы такие как первое предательство и стваны да да и форджи волк выпускает книги соответственно к какому-то определенному событию например первая книга была написана к ствану да это в этой книге было выпущено 4 легиона это сыны форуса это ангроновские мясники пожиратели волды тары это дети императора да и это десгард до вонючки местные вонючки мест и называется она неспроста предательство да потому что это первая веха поворотный момент это вот так те самые первые крупные битвы когда десант хаоса ну ты уже можно было назвать десантом хаоса предатели перевесчики они заготовили свои коварные крутые там всякие комбы и махинации использовали на лоилист можно оставлю ремарочку забыл сказать очень важную вещь самое главное что делает фордж волк это то что со временем то есть каждый как бы каждая следующая книжка идет в следующем промежут временном периоде и со временем те легионы которые придали они меняются внешне то есть если в начале войны несущие слова выглядели как обычные космические десантники то под конец как мы таки появились гал ворбеке он там с краешку стоит красный гал ворбок у них форджи волк сейчас анонсировала контептор у которого там зубы нереальные да классно вместо морды отличные просто прекрасные модели ну то есть ты хочешь сказать что фордж ворлд двигается вместе с бэком по временной линии и в модельном плане но это замечательно это отлично и как мы понимаем вот эта книжка она дает нам возможность по сути поиграть в оде игру в игре по сути это игра в игре а а а а а а